Лимфатическая система Лимфатическая система Существует кровь и кровеносная система, которая должна питать клетки организма Но происходит это через межклеточную, межтканевую жидкость В свою очередь она заполняет соединительную ткань, в которой расположены клетки организма Существует кровь и кровеносная система, которая должна питать клетки организма Но происходит это через межклеточную жидкость В свою очередь она заполняет соединительную ткань, в которой расположены клетки организма Тканевая жидкость находится в постоянном обмене с кровью Основными факторами, способными вызвать переход жидкости из кровяного русла в ткань И наоборот является разность в астматическом давлении между тканевой жидкостью и кровью Второе, гидростатическое давление крови в капиллярах Как это происходит? Когда в клетках тканей, органах интенсивно происходят процессы расщепления питательных веществ Приводящие к образованию продуктов распада углеводов, белков и жиров То общая молекулярная концентрация в клетках и межклеточной, то есть тканевой жидкостью Становится выше, чем в плазме крови Это приводит к разности астматического давления между плазмой крови и тканевой жидкостью В результате этого вода из плазмы крови переходит в тканевую жидкость Такое обогащение органов водой за счет крови происходит при повышенной их деятельности Например, при работе мышц Важно отметить, там где больше белковых тел, туда и устремляется вода Белковых тел больше в плазме крови, поэтому вода переходит из тканей в кровь Это так называемое онкотическое давление Получается, что вся жидкость из ткани должна выйти в кровь Но все таинство обмена жидкостями происходит в капиллярах крови Сам капилляр имеет два конца, артериальный и венозный Так, в артериальный конец крови поступает под давлением, которое создаёт сердце Которое превышает онкотическое давление За счет этого вода устремляется из артериального конца капилляра в тканевую жидкость А у венозного конца капилляра гидростатическое давление крови Ниже онкотического и вода из тканевой жидкости переходит обратно в кровь Таким образом, кровь находится в непрерывном обмене В нормальных физиологических условиях общее количество воды, переходящее из крови в ткани Будет соответствовать количеству воды, переходящему из ткани в кровь Кстати, при понижении онкотического давления Поступление воды из крови в окружающую ткань оказывается больше и ткани отекают Например, это может произойти в результате продолжительного белкового голодания организма Например, при неправильном вегетарианстве, сыроедении Объединение плазмы кровью белками может приводить в отечное состояние ряд систем и органов Введение Все знают, что организм человека в зависимости от возраста на 80-55% состоит из воды При этом она распределяется внутри клеток Самое большое количество воды 70% А остальное 30% составляет кровь, лимфа и межклеточная жидкость Нас интересует лимфа и ее роль в организме человека Для простоты изложения важно структурировать материал Тогда его будет легче понять, а по ням применять Для этого я буду задавать самому себе вопросы и искать на них ответы Первое. Зачем нужна лимфатическая система? Второе. Как образуется лимфа? Третье. Устройство лимфатической системы? Четвертое. Какие функции выполняет лимфатическая система? Пятое. Диагностика лимфатической системы Шестое. Как можно самостоятельно оздоравливать лимфатическую систему? Первое. Зачем нужна лимфатическая система? Лимфатической системе нужно организму для защиты крови и межклеточной жидкости от чужеродного и паразитического влияния Если слишком не вдаваться в подробности, защита эта осуществляется с помощью лимфоцитов Лимфоцит. Это разновидность белых клеток крови лейкоцитов Лимфоцит снабжен мощным ферментативным комплексом для уничтожения любых чужих и народных агентов Чужеродными и народными признаются различные бактерии, кокковая инфекция, вирусы, грибки Чужими также признаются клетки опухоли, состарившиеся или поврежденные клетки Лимфоциты способны к самостоятельному активному движению Они могут переходить через стенку капилляра, проникать в межклеточное пространство, где поглощают и переваривают паразитов и чужеродные частицы Этот процесс называется фагоцитозом Впервые он был описан российским ученым Ильей Мечниковым, который и дал ему название фагоцитоз, то есть пожирание Именно поэтому лимфоциты являются структурными элементами иммунной системы Которые постоянно присутствуют в крови и межклеточной жидкости Вырабатываются лимфоциты в основном в своей массе, в лимфатических узлах и в вилочковой железе Оттуда не поступают в кровь, которая разносит их по всему организму Живут лимфоциты долго, от нескольких дней до нескольких месяцев и даже дольше В лимфатических узлах образуется от 10 до 15% общего количества лимфоцитов Их называют Б-лимфоцитами Встретив однажды чужеродный микроорганизм, они запоминают его и организуют уничтожение Память об этом событии передается по наследству следующим поколениям лимфоцитов Так формируется иммунитет, что в переводе означает освобождение от чего-либо Остальные 80% образуются в тимусе, то есть это вилочковая железа Этот вид называется Т-лимфоцитами Именно они осуществляют организационную работу системы иммунитета Подготавливают атаку на чужеродные микроорганизмы В иммунном ответе лимфоциты выполняют следующее действие Выявляют чужака клетками-разведчиками Далее распознают по типу свой чужой и знакомый-незнакомый Организуют нападение и уничтожение Запоминают информацию о чужих и передают ее следующим поколениям лимфоцитов Если паразитов или чужеродных частиц проникло в организм очень много То лимфоциты, поглощая их, сильно увеличиваются в размерах И в конце концов разрушаются При этом освобождаются вещества, вызывающие местную воспалительную реакцию Которая сопровождается отеком, повышением температуры и покраснением пораженного участка В свою очередь, вещества, вызывающие реакцию воспаления Привлекают новые лейкоциты к месту внедрения паразитов или чужеродных частиц Уничтожая их и поврежденные этим процессом собственной клетки Лимфоциты гибнут в больших количествах Гной, который образуется в тканях при воспалении Это скопление погибших лейкоцитов Как чужеродный материал, гной должен быть удален из организма Чтобы не мешал жизнедеятельности Вот этим и занимается лимфатическая система Если его немного, то он сбрасывается через слизистые оболочки Предназначенные для этого носоглотка, сопли, мочевой канал, гной, кишечник, кал и ряд других Если много, то сбрасывается через ближайшую кожную поверхность В виде прыща, фурункула, свища Либо высыпания, мокнущего отделения и прочего Что вызывает псориаз, экземы и подобные им кожные болезни Вывод Главная область действия лимфоцитов Защита организма и его жидких средств Они играют главную роль в специфической и неспецифической защите организма От внешних и внутренних болезнетворных агентов А также в развитии типичных болезнетворных процессов Второе, как образуется лимфа Исходя из вышеизложенного, мы уже знаем о лимфоцитах Теперь надо узнать, как образуется лимфа Лимфа, акт латинского лимфа, чистая вода, влага Компонент внутренней среды организма человека Разновидность соединительной ткани Представляющая собой прозрачную жидкость В организме человека лимфа очень тесно Связана с кровеносной системой и тканевой жидкостью Она непрерывно образуется из межклеточной жидкости Которая проникает в лимфатические капилляры Напомню, что межклеточная жидкость образуется и пополняется за счет Фильтрации плазмы крови и из кровеносных капилляров Лимфатические капилляры представляют собой Отделенные тонким слоем эндотелиальных клеток Части межклеточного пространства Соединяясь друг с другом, они укрупняются Образуя лимфатические сосуды Проникая в лимфатические пути, тканевая жидкость течет медленно Проходит через лимфатические узлы и тимус А так как мы знаем, в них, в лимфатических узлах и тимусах Вырабатываются лимфоциты Оттуда они поступают в жидкость И эта жидкость теперь становится лимфой Увеличение количества тканевой жидкости приводит и к увеличению лимфообразования Лимфообразование также сильно увеличивается путем введения экстратов различных органов, желчи и иных веществ Лимфа, отекающая от ворсина кишечника, богата жирами до 3-4% Имеет белесоватый вид и называется млечным соком Третье. Устройство лимфатической системы Лимфатическая система, от латинского система лимфатика Часть сосудистой системы у позвоночных животных и человек Считается, что она дополняет сердечно-сосудистую систему На самом деле, это самостоятельная система В первую очередь защищающая и очищающая жидкостные среды организма и вес организма в целом Она образуется из крови, впадает в кровь, помогает ей очищаться И обезвреживаться Выполняет важную роль в обмене веществ и очищении клеток и тканей организма И по своей значимости, лимфатическая система не менее важна, чем кровеносная система Задача лимфатической системы входит Защита от паразитов Обезвреживание чужеродного материала и удаление наиболее вредных отходов жизнедеятельности самого организма Она осуществляет откачку лишней жидкости, которая есть в межклеточном пространстве Направляю ее назад в сосудистое русло Лимфа в организме осуществляет уборку остатков распавшихся клеток самого организма Различных микробов, вирусов, ядов, конечных продуктов жизнедеятельности человеческих клеток, тканей и органов Подобную кровеносную систему она имеет свою В отличие от крови, которая движется быстро за счет работы сердца, мышечных сокращений и давления ее диафрагмы Лимфа движется пассивно и медленно Для предотвращения обратного тока лимфы в лимфатических протоках имеются многочисленные клапаны, расположенные по всему организму И если ее рассматривать, то можно выделить основные звенья Первое. Начало. Это лимфатические капилляры Второе. Места образования лимфоцитов Третье. Лимфатические сосуды, узлы и протоки Четвертое. Связь лимфатической системы со слизистыми оболочками организма и очищение через них Пятое. Информация о движении лимфы Первое. Начало. Лимфатические капилляры Как нам уже известно, начало лимфатической системы в межклеточной жидкости Именно она, межклеточная жидкость, поступает в лимфатические капилляры и далее следует по ним Иными словами, начало лимфатической системы в весь организм, где имеется межклеточная жидкость Второе. Места образования лимфоцитов Лимфоциты образуются в двух местах В лимфатических узлах и тимусах Далее они попадают в межтканевую жидкость, проходящую через лимфатический узел И эта жидкость, насыщенная лимфоцитами, становится лимфа Третье. Лимфатические сосуды, узлы и протоки Лимфатические сосуды, постепенно укрупняясь, образуют малые лимфатические сосуды По ходу лимфатических сосудов располагаются лимфатические узлы и следуют один за другим В лимфатической системе этих узлов огромное количество Крупные группы узлов располагаются в тканях грудины, брюшины, таза, паха А также локтевого и голеностопного сочленения костей Смотрите рисунок лимфатической системы Численность лимфатических узлов меняется от многих факторов Возраста, болезни, травм Они могут сливаться, атрофироваться, но в любом случае количественно уменьшаться Сами лимфатические узлы имеют сложное строение Смотрите разрез лимфатического узла на рисунке Вот он какой Лимфатический узел выполняет несколько функций Первое В лимфатических узлах происходит образование лимфоцитов Они попадают в лимфу и далее движутся по протокам вверх Пока не попадают в магистральный грудной проток Из него они попадают в верхнюю полувену Смешиваются с кровью и с ее током разносятся по всему организму Второе Лимфоциты активно передвигаются по всем жидкостным средам организма Но больше всего их там, где может внедриться чужеродное вещество Они уже заранее там собираются, чтобы своевременно отразить атаку Это, как правило, слизистые оболочки организма Носоглотки, ротовой полости, пищеварительные системы Мочеточников и мочевого канала, а также влагалища Если они там что-то находят, то разрушают и доставляют в лимфоузлы В лимфоузлах это инактивируется, рассасывается и выбрасывается Третье Если в организм через слизистые оболочки попадают бактерии, вирусы или грибок Стуком лимфы они доставляются в лимфатические узлы Лимфоузлы задерживают прохождение инфекции дальше И здесь ее уничтожают Но тем не менее и в лимфатической системе, когда она ослаблена Могут распространяться паразиты, простейшие бактерии, вирусы, грибки и прочие То есть происходит вообще воспаление лимфоузла Четвертое В лимфатических узлах происходит из-за держки взвешенных в лимфе плотных частиц с последующим их выведением из организма Таким образом, лимфатический узел является одним из главных рабочих элементов лимфатической системы Пройдя через лимфатические узлы и там, очистившись от всего вредного и лишнего Лимфа собирается в магистральный грудной проток Откуда впадает в верхнюю полую вену и смешивается с венозной кровью Смотрите рисунок Лимфа смешивается с кровью Образуется из тканевой жидкости, так сказать, начала лимфатической системы Далее она уже, как бы сказать, сама по себе и в конце концов возвращается в кровь назад Четвертое Связь лимфатической системы со слизистыми оболочками организма и очищение через них Вот мы подошли к моему главному вопросу Очистившись от всего вредного и лишнего А именно, как лимфа очищается? Мы уже знаем, что лимфатическая система, сама лимфа связана со всем организмом Но наиболее тесно она связана со слизистыми оболочками и кожей Она не только их защищает Через слизистые оболочки, как быстро обновляющиеся ткани, происходит очищение лимфы Говоря о лимфе, мы имеем в виду всю межклеточную жидкость Поэтому, очищая лимфу, мы очищаем жидкую ткань организма в целом Давайте разберемся, как же может очищаться лимфа Очистка лимфы через слюнные железы Оказывается, слюнные железы относятся к лимфатической системе В них не только вырабатывается слюна, но там же происходит очищение лимфы, крови, межклеточной жидкости Так через нее удаляется до пол-литра токсической мокроты Она поступает в ротовую полость и далее в пищеварительный тракт для дальнейшего введения из организма При эмоциональных волнениях обычно пересыхает во рту Слюна не выделяется Отчего происходит застой в лимфатической системе Важно простимулировать выделение слюны состательными движениями губ Делать глотательные движения, как только это я сделал сейчас А вот пить воду в это время нежелательно Это не прекратит застой лимфы, а обманет организм И не запустит процесс лимфоочищения через слюну Видите, бутылочка стоит, а я все это делаю на сухую Именно вот так Собрали слюну, потом проглотили Для усиления выделения слюны можно использовать сосательные конфеты Через полчаса после еды класть щепотку пищеварительной соли на язык Это еще усиливает пищеварительные способности желудка Есть рекомендация жевать жевательную резинку Но я против такого способа Потому что различные добавки Особенно ментола, который вызывает эффект свежести и охлаждения Отрицательно действуют на слизистую оболочку рта И разрушают эмаль зубов Следует отказаться от вредной привычки Сразу после еды пить напитки или есть фрукты на десерт Это сразу же обрывает слюноотделение А значит очищение лимфы через слюные железы Замечание Пониженное или повышенное слюноотделение Говорит о проблемах в лимфатической системе Если сохнет во рту Например, при волнении Сахарном диабете Нужно не пить жидкости А стимулировать слюноотделение Например, сосательными движениями Или что-то пососать Очистка лимфы через гортонь Гортонь – большая слизистая поверхность Которой прилегают лимфоузлы глотки и гортони Через эту поверхность идет очищение Когда она не справляется с этим Возникает такое заболевание, как хронический ларингит или фарингит Это говорит о том, что имеется хроническая инфекция грибка или стриптокока Что в свою очередь указывает на слабость лимфатической системы и иммунитета Очистка лимфы через мочевой канал и влагалище Этот механизм очищения работает интенсивно и явно Так все, что связано с белями у женщин Выделениями у мужчин Говорит о том, что в организме инфекция Лимфоциты пытаются справиться с ней ценой своей собственной жизни В результате этого процесса образуются видимые и осязаемые выделения Которые удаляются в волн Очистка лимфы через кишечник В кишечнике расположены тысячи мелких лимфатических узлов Когда только человек начинает есть, лимфоциты со всего организма подтягиваются к слизистой кишечнике Чтобы вовремя обезвредить инфекцию, попавшую внутрь с пищей А также иные вещества, могут нанести вред организму Какие это вещества? Это всевозможные, допустим, добавки, улучшители вкуса и так далее Консерванты и прочие, которые не нужны для пищеварения Но, тем не менее, дают нагрузку на наш иммунитет За счет того, что вот так вот влияет Замечание Постоянно контролируйте свое питание Ведь, принимая некачественную пищу и выпивая сомнительные напитки Вы переоружаете лимфатическую систему В итоге она может оказаться не в состоянии выполнять свои функции очистки и обеззараживания организма Кстати, дополним Что такое стриптококки? Это бактерии шаровидной формы Располагаются в виде буст Самое главное, что эти бактерии являются частью микрофлоры человеческого организма В которой они присутствуют и в большом количестве Так они составляют 30-60% бактерий, содержащихся в глотке Попадая в организм человека с продуктами, питаются остатками пищи и слущенным эпителием Разновидностей стриптококков много Есть виды, которые заселяют различные участки организма Ротовую полость, желудочно-кишечный тракт, слизистую оболочку дыхательных путей и половых органов, кожу Как правило, иммунная система контролирует их количество, сдерживая рост Но и стоит человеку ослабеть Это стресс, перехлаждение организма, недостаточность витаминов и так далее Стриптококки начинают активно размножаться, превращаются в паразитов И выделяют в организм большое количество продуктов в своей жизнедеятельности Отравляя его И начинают провоцировать развитие тяжелых заболеваний Стриптококковых инфекций Преимущественно это заболевания дыхательной, пищеварительной и мочеполовой системы Период болезни человек становится опасен для окружающих Так выделяют большое количество болезнетворных микробов стрептококков Важно отметить, что активное размножение этих бактерий происходит при контакте с углеводами Частичками крови, частичками крови и асцессической жидкостью, то есть отеком внутри организма Подчеркнув, что в странах с умеренным климатом, ну такие как Россия, болезни, вызываемые стрептококком, одна из самых распространенных групп В холодную сырую пору года заболеваемость достигает 10-15 случаев на 100 человек В особенности этому способствует поглощение большого количества углеводистой пищи, сахара, конфет, сдобы и прочего Те, кто любят сладкое, особенно дети, чаще всего болеют стрептококковой инфекцией носа, ротовой полости и горла Устраняем сладкое, значит болеем меньше Очистка лимфы через пот и подмышечные впадины Мышки должны потеть и вместе с потом выводить из организма вредные вещества По некоторым данным, так выводится из организма до 50% шлаков и ядов Использование дезодорантов перекрывает этот канал очищения лимфы В этом случае начинает потеть вся поверхность тела Кожа активно включается в очистительный процесс Кожа должна потеть, но не настолько, когда потеют даже ладошки, кожа и лба Если подмышки не потеют, а потеет вся поверхность тела Это уже говорит о поражении и загрязнении лимфатической системы И так кожа лица должна быть относительно сухой А вот из подмышек должно течь И это нормально, потому что там находится мощнейший потовой коллектор Очищающий лимфу и вводящий шлаки Очистка лимфы через слизистые оболочки носа Носовые ходы имеют слизистые оболочки, которые связаны с лимфатической системой Когда дыхание нормально, через эти оболочки выделяются различные шлаки лимфатической системы А вот когда дыхание становится неестественным, в основном через рот То появляются аденоиды, оказывается аденоиды Это лимфатические узлы носа При дыхании через рот они увеличиваются, чтобы выполнить несвойственные им функции Очистка лимфы через миндалины Миндалины от латинского цонзерлия Это скопления лимфоидной ткани, расположенные в области носоглотки и ротовой полости Они выполняют защитную и кровотворную функцию Участвуют в выработке иммунитета Тем самым миндальны являются защитным механизмом первой линии На пути вдыхаемых болезнетворных бактерий Когда этот защитный механизм слабеет, то бактерии внедряются в организм Стриптококковая инфекция чаще всего проникает в организм через миндалины Это ангины, ревматизм Стофилококк идет через нос Ранее гарморит считался болезнью дыхания На самом деле это поражение лимфатической системы Ведь в полости носа ничего нет Там только отверстие для воздуха и мембраны толщиной в один микрон Когда в носовых ходах, а тем более в гайморовых пазухах Появляется гной, разновидность слизи Возникает вопрос, откуда он берется? Брется он из жидкой ткани организма Лимфы, крови, межклеточного пространства В которых находится стафилококк А выходит через нос Такой путь выделения стафилококка из организма Кожные покровы Болезнетворные грибки из организма выделяются другим путем Как правило, это ближайшее к месту поражения органы Если это ножной грибок, он там и будет выделяться Лимфатическая система откроет кожу путем трещины И выбросит лимфатическую жидкость прямо между пальцем Если грибком поражен весь организм То начинаются грибковые бронхиты Подключаются глубокие лимфатические узлы бронхи И у человека может начаться бронхиальная астма Воспаление суставов Это тоже поражение лимфатической системы Грибками, микробами Большое заблуждение считают отеки на ногах Только следствием сердечной или почечной слабости Отеки могут быть и лимфатическими Ну и что, если сердце истощено и не может перекачивать кровь? Ну в ногах задерживается не кровь, а лимфа Особенно хорошо Это проявляется при таком заболевании, как слоновость Это закупорка паховых лимфоузлов, через которые жидкость не поднимается вверх Ноги распухают так, что принимают вид слоновых Отечность рук Это закупорка подмышечных лимфоузлов Отечность глаз Это закупорка подчелюстных и лицевых лимфоузлов И вот что я хотел бы отметить из своего опыта Если удалить хирургическим путем оболочку, через которую идет сброс гноя Например, миндалины Либо подсушивать слизистую носа при насморке Через которую лимфатическая система выбрасывает лишнюю слизь самым безопасным путем То, не найдя естественного пути удаления Лимфа может складировать шлаки в тканях, пока там не возникнет воспаления Либо высыпания, что повлечет гораздо более серьезные проблемы со здоровьем Лично так произошло у меня после удаления, по незнанию в юности глант, аппендицита Подсушивание слизистой носа различными лекарственными средствами Произошла сильнейшая зашлаковка соединительной ткани со всеми вытекающими болями Голод позволит решить эту проблему Особенно голод И далее, правильное питание Правильное, умеренное питание Насыщенно более свежей пищей, нежели вареным Пятое Информация о движении лимфы Двигаться кровь по артериям заставляет мышечный орган сердца Оно наподобие насоса накачивает кровь в артерии и создает в них давление Движение крови по венам обеспечивается присасывающим действием диафрагмы Строением стенок веножных сосудов Они имеют клапана и работая мышц Движение лимфы по лимфатическим сосудам осуществляется иначе Оно медленно обеспечивается самотеком И за счет сдавливающей работы мышц В лимфатических сосудах также имеются клапана Которые обеспечивают ток лимфы только в одном направлении И это направление вверх К верхним венозным сосудам Чтобы вернуться в кровь А именно в верхнюю полую вену Скорость движения лимфы составляет около 4 мм в 1 секунду Для сравнения скорость движения крови в аорте примерно 40-50 см в секунду В результате лимфа проходит через весь организм человека 6 раз в сутки А кровь делает один оборот за 20-25 секунд Как и венозная кровь, так и движению лимфы помогает присасывающие действия диафрагмы Мощные мышцы, разделяющие грудную и брюшную полость При физических нагрузках и глубоком дыхании животом Амплитуда движения диафрагмы увеличивается А значит увеличивается присасывающие действия А вслед за этим и циркуляция лимфы усиливается Помогает движению лимфы ее образование Образующаяся новая лимфа механически вытесняя ту, которая ранее заполняла лимфатические капилляры Также при сокращении скелетных мышц Отдельные места лимфатических сосудов и межтканевых щелей сдавливаются Лимфа из них вытесняется А имеющиеся в лимфатических сосудах клапаны не допускают обратного тока лимфы Она движется вверх, в сторону грудного протока Также лимфа может продвигаться благодаря перистальтическим сокращениям стенок самих лимфатических сосудов Но подчеркнем, что передвижение лимфы осуществляется исключительно благодаря сокращению скелетных мышц Которые окружают лимфатические сосуды Следует особо упомянуть, что для нормальной работы лимфатической системы важны положения тела Для человека естественное и здоровое являются два положения тела Горизонтальное, когда голова чуть выше ног и туловища И вертикально, когда человек стоит, а лучше идет Все остальные положения тела человека Даже на незначительное время крайне отрицательно сказываются на здоровье Они нарушают течение и направление хода лимфы Даже перекрывают, например, положение сидя, которое у меня сейчас Что ведет к ее застову От этого лимфатическая система начинает разрушаться Рвутся лимфатические клапаны и лимфососуды Перестает работать и разрушаются лимфатические узлы Без постоянного притока лимфы Начинаются проблемы и в кровеносной системе Кров густеет Это ведет к подъему давления крови Увеличению нагрузки на сердце Важно отметить, что по мере увеличения возраста человека Лимфа передвигается все медленнее Это происходит вследствие снижения мышечной активности человека И тонуса лимфатических сосудов При ожирении, особенно внутри брюшной полости Отсутствие должной физической нагрузки Особенно ходьбы Происходит застой лимфы Как в сосудах, так и в лимфатических узлах При этом в межклеточных, межтканевых пространствах Соединительной ткани скапливаются продукты жизнедеятельности клеток То есть фрагменты распавшихся жиров, белков, шлаки и так далее Которые могут постепенно прорастать волокнами соединительной ткани Медики называют этот процесс фиброзом Сама межклеточная жидкость становится вязкой, застывшей Вначале появляются отеки на ногах, руках, глазах, на пояснице, суставах В дальнейшем клетки, не получая питания, дыхания, начинают гибнуть и отмирать В результате возникает воспаление, гниение, гипертония, аллергия, белотекущие онкологические и другие заболевания То есть все это способствует тому, что там могут размножаться микробы и вызывать разрушения грибки А потом удивляемся, почему там суставы у нас разболелись Ухудшает циркуляция лимфы, малоподвижный образ жизни При этом наибольшую опасность представляет снижение мышечной активности и сидячая поза Ухудшающая ток лимфы вверх С возрастом мускулатура становится слабой и вялой Ухудшается работа лимфатической системы Выработайте привычку периодически шевелить всеми незагруженными мышцами Чтобы ускорить движение лимфы Хотя бы вот так, как я делал А лучше периодически качаться, качаться, вызывая огромный ток крови и лимфы в организме Порочные привычки, такие как курение, алкоголь, неблагоприятная экология, холод, нервное напряжение Сильная физическая усталость, положение тела, препятствующие току лимфы Особенность сидения, неправильное питание Все это отрицательно сказывается на работе лимфатической системы и на здоровье организма в целом Нарушение в работе кровеносной системы и ее связи с лимфой Наиболее распространенным является ухудшение венозного возврата крови к сердцу По этой причине лимфа скапливается внизу тела и часто выходит из русла в межклеточное пространство, образуя отеки на ногах Надо отметить и такую закономерность Чем меньше физически активен человек и чем более у него загрязнена лимфа, тем он еще больше отекает И наоборот, чем более активен и чем меньше загрязнена лимфа, тем меньше видны отеки Особенно хорошо это видно сразу после сна Да, отеки есть, но быстро проходят Это у здоровых людей с хорошей работой лимфатической системы У остальных они держатся в течение дня, слабо спадая Возрастные изменения Плохая работа лимфатической системы может быть практически у любого человека А с возрастом проблемы могут только усугубляться Самым распространенным и наиболее опасным проблемам со здоровьем является интоксикация Самоотравление организма, за которым идет преждевременно старение, дыхление со всеми вытекающими последствиями К другим неприятным проблемам следует отнести скопление лимфы в межклеточной жидкости Это приводит к повышению давления в тканях и пережатию кровеносных сосудов Из-за этого клетки не могут получать питание и кислород необходимым количеством От этого человека появляется плохое самочувствие Проблемы со сном, хроническая усталость, регулярные головные боли, низкая работоспособность, нездоровый цвет кожи Все это типичное проявление интоксикации в результате плохой работы лимфатической системы Повторим еще раз, какие функции выполняет в организме лимфатическая система Благодаря ей происходит циркуляция межклеточной жидкости вместе с различными отходами Которые туда выбрасывают клетки организма Все это собирается лимфатической системой и выбрасывается вон из организма примерно 2-4 литра за одну сутку Она обеспечивает чистоту в межклеточном пространстве, убирая из нее отработанные клетками соединения Другими словами, лимфа выполняет роль биологического и механического фильтра Она разносит по всему органу иммуноактивные клетки B и T лимфоциты Тем самым участвуя в иммунном ответе, грубо говоря, является системой быстрого иммунологического реагирования на очах инфекции в организме В лимфу всасывается и возвращается обратно в круг белки кровеносной системы В нее всасываются жировые вещества из тонкого кишечника Она осуществляет иммунологический контроль химуса Химус от греческого «сок» – это содержимое желудка или кишечника Химус состоит из частично переваренной пищи, желудочного и кишечного соков Секретов желез, желчи, слущенных эпителиальных клеток и микроорганизмов Лимфа сохраняет жидкостное и биологическое равновесие во внутренней среде организма Помните, я сравнил межклеточную жидкость со студием, через который осуществляется питание клеток Он должен быть текучим и легко проводить питательные вещества из крови в клетке Если в межклеточном студии становится больше белка, он густеет и утрачивает способность питать клетки Значит, лимфа забирает из него часть белковых веществ, чтобы восстановить его нормальное состояние И лучше всего это делать, что голодание Небольшие строки Благодаря этой способности лимфы поддерживается в норме соединительная ткань Соединительная ткань – это мельчайшая сеть, наподобие каркаса, который поддерживает клетки организма И если клеточный каркас нормальный, то ткани организма сохраняются здоровыми, упругими и гладкими Нет целлюлита, то есть форма держится, нет обвисания Сбой в работе лимфатической системы приводит к тому, что нужный объем жидкости не выводится И это ведет к возникновению отечности Обычно в начале проблемы возникают с ногами Далее появляются адутловатость и отечность лица, мешки и синяки под глазами От состояния лимфатической системы зависит наш иммунитет Его снижение указывает на проблемы с лимфой Различные микробы, попадая в наш организм, током в лимфы, переносятся в лимфоузлы, где обезвреживаются Отсюда небольшой сбой в его работе может послужить толчом к развитию какой-либо болезни Например, роста частоты возникновения простуд и насморка А если имеется фурунку, то это вообще конец Срочно надо чистить лимфу Если же лимфатическая система работает хорошо, в организме активно идут обменные процессы Масса тела держится в пределах нормы, как у меня, вы видите, такой Весь, так сказать, в соку Нет отеков, водный баланс в норме, кожа чистая, без как-либо угревой сыпи Исчезают морщины, дряблость кожи и целлюлит Существенно замедляется старение организма Ха-ха-ха-ха-ха-ха Правда, зубов маловато и лысина есть, но в основном Так, шестое Диагностика лимфатической системы Проблемы с лимфатической системой можно видеть по изменениям на коже Как в целом, так и локально, и цветом, и видом То есть, вот я вам все рассказываю о том, что можно все самому диагностировать А вот нам надо какую-то там лабораторию заплатить кучу там денег Что-то там нам дадут какие-то там анализы скажут Ну самый лучший диагноз это вы сами Ну только научитесь, как это делать Наиболее заметны изменения кожных покров в местах скопления лимфозлом На голенях, локтях, паху, подмышечных падинах А также на слизистых половых органах и рта Кстати, почему голени и колени и локти чаще всего, как бы сказать, нас донимают Ну и плюс еще плечи Потому что там больше всего лимфоузлов Естественно, если имеется у нас инфекция Она вот тут где-то будет и локализоваться То есть, лимфоузлы их будут задерживать Естественно, начинают все проблемы И в тысячу раз прав или за, который посоветовал Мажьте суставы тадикампом То есть, уничтожайте там инфекцию И как только мы там мажем, действительно и боли проходят И инфекция Просто я в данном случае подвел теоретическую базу Понимаете, базу подвел По то, что он делает И всем рекомендуют Но не понимая этого процесса, мы это все пропускаем мимо ушей Вообще, при неправильной работе лимфатической системы Вес организм, особенно конечно, становится рыхлыми Раздутыми на внешний вид Это происходит потому, что лимфа не отводит А значит, не очищает межклеточную жидкость Создавая там вместе нагрузку на кровеносную систему Это касается в первую очередь венозной части и почек Которые вынуждены брать работу лимфы на себя Естественно, они изнашиваются И поэтому такое обилие почечных заболеваний Выводы Вот почему очистительные процедуры и мероприятия Улучшающие ток и нормализующие характеристики лимфы И межклеточной жидкости Так эффективно влияют на общее оздоровление организма И излечение любых заболеваний Потому что любые заболевания начинаются оттуда Начинаются с межклеточной жидкости По этой причине их надо делать первыми и основными В лечебно-оздоровительном процессе Ах, какой я молодец Посмотрите Академик Да ё-моё Слушаю тебя, дорогая, любимая Я продавила картошку Иду, иду Сейчас я тут немножко Ага, хорошо Картошка на первом месте нафиг А всё остальное Если лимфатическая система сломана То вместо выделения шлаков через слизистые оболочки Выделение идёт через кожу А так как это неестественно То возникают многочисленные болезни Псориаз, экзема Если лимфоузлы забиты, закупорены Гнуя на лимфа, бросаются наружу через кожу Это приводит к экземе, неродермиту, псориазу, дерматиту, диатезу Все эти кожные проявления зависят от того Кто в лимфоузлах живёт Чаще всего там обнаруживаются грибки Они живут в лимфах А поражают кожу На втором месте глисты А на третьем бактерии Помните, выбрать шлаков, токсинов Может быть только через слизистые оболочки Поэтому они и не имеют твёрдого наружного слоя эпидермиса Первое, одним из первых мест очищения через лимфатическую систему будет У женщин влагалище и уретра То есть ночевой канал У мужчин уретра Если в организм попалась инфекция грибок Бактерия, вирус, паразиты, простейшие хламидии и прочее То это что-то даёт о себе знать Сразу начинается некомфортное состояние внизу Боли, рези и прочее выделения Обычно мы видим выделения и пытаемся с ними бороться Всеми мерами А надо бороться с паразитами, бактериями, вирусами, грибками и прочей инфекцией внутри организма И вот здесь хорошо зарекомендовал себе керосин и продукты на нём Тодикан О молочнице и выделениях при них Видимые творожистые выделения у женщин и сырок под крайней плотью у мужчин Это трупы грибка, которые были уничтожены нашим организмом с помощью лейкоцитов Но помните, в организме ещё остались километры грибковых колоний Которые живут во всех тканях, в печени, в почках, в кишечнике И они никуда не исчезнут Если во влагалище вставить противогрибковую таблетку или помыть крайнюю плоть Лечить надо весь организм от грибка Одна из ранних причин её поломок – прививки Да, именно они По мнению современных медиков, должны её подменить И вот эта подмена в той или иной мере Ломает работу лимфатической системы, а вместе с ней и иммунитет в целом Если лимфатическая система сломана Вывод различного выделения в виде кашля, насморка, слизистых отделений Это естественное следствие борьбы нашего иммунитета лимфатической системы Это нормально, и с этим не следует бороться В этих отделениях трупы убитых микроорганизмов Бороться надо с живой инфекцией внутри организма Поднимая иммунитет Ведь только он способен контролировать численность микроорганизмов Считающихся условно-болезнетворными Антибиотики это делать не могут И постоянно их принимать нельзя Помните, препараты против микроорганизмов могут повредить органы выделения Печень, почки и иные Выполнив свою роль, они и выводятся И вот тут-то и возникают проблемы Наши органы не приспособлены для их выведения Поэтому и повреждаются Второе Новообразование на коже Папелломы, бородавки, пигментные пятна и тому подобное Напрямую связаны с нарушением лимфатической системы Они указывают, что в лимфе находится чрезмерное количество токсических веществ И лимфатическая система уже не может справиться с их нормальным выведением Об этом же говорят изменения сальных желез Угри, покраснения, воспаления и прочее Следует изменить питание Меньше сладкого, мучного, жирного Не есть на ночь Хорошо практиковать разружественные дни Голодание по 24-36 часов раз в 2 недели Понимать горькие и жгучие травы Третье Очищение через кишечник В слизистую кишечника открыты тысячи лимфоузлов Посмотрите рисунок лимфатической системы Которые сбрасывают огромное количество токсинов в виде слизи И если в калии сплошная слизь Это не дизентерия, а трупы вирусов, бактерий, грибков Дизентерийных палочек, сальмонелл и прочего Важно отметить роль печени и желчного пузыря В работе лимфатической системы Отходы из лимфы поступают в печень, где фильтруются И далее через желчный пузырь в кишечник, где выводятся с фекалиями И если возникают проблемы с желчным пузырем Печенью эти проблемы создает лимфатическая система Не справляясь со своей работой Начинается зашлаковка организма Начинается зашлаковка органов очистки и всего организма в целом В данном случае хорошо помогает голодание, разгрузочные дни Прием семян тмина, настойки горьких и жгучих трав Четвертое Потовые железы Особенно в подмышечных впадинах Организм через кожу выводит ряд других веществ Отработанных в организме Если перекрыть их поток Применяя подмышечный дезодорант Они пойдут в ближайшее место В молочную железу И вызовут мастопатию Мастопатия или фиброзная кистозная болезнь Доброкачественного заболевания молочной железы Характеризующаяся болезненным разрастанием ее ткани, болью А иногда и болезненными выделениями Применение средств против пота подмышками Противоестественно и приводит к серьезным проблемам со здоровьем Причем это происходит медленно и незаметно Резкие неприятные запахи Исходящие от человека Или отдельных участков тела Ног, подмышек, рук И других указывают на протекание Причем активно Различных болезнетворных процессов Ведь лимфатическая система Выделяет токсины этих болезнетворных процессов В том числе через потовые и сальные железы Слюну, мочу Запах разложения плоти Болезни, токсинов Не может быть человеку приятным Рекомендация проста Принимать душ Разумно питаться И с потом будет порядок Чем больше белков в пище, сладостей Тем хуже пот Вообще Проведите генеральную уборку Организма в виде длительного голода Когда я отголодал 40 суток от тела Месяцев 9 не было никаких запахов А вот на третьей неделе голода Из меня пахло Правильно сказать Воняло Разлагающейся плотью Пятое Слезные железы И слизистая оболочка век Еще один канал выбросы Лимфошлака Вон из организма Бывает так, что глаза закисают от гноя Это работает данный отдел Лимфатической системы Рекомендация неоднозначна Здесь надо не столько капать в глаза Как очищать весь организм Шестого Слизистые оболочки носа Через них выводится основу Количество воздушно-капельной инфекции И аденоиды играют здесь большую роль Их ни в коем случае не стоит удалять Лишать себе важного защитного рубежа Если у вас частенько бывает насморк Пересмотрите свое питание В первую очередь уменьшите Слизообразующие продукты Например молочные Не переедайте Не пейте после еды Не ешьте на ночь Седьмое Миндалины Защитник ротовой полости и горла Удалять себе вредить Рекомендация проста Помните, что любят вредные бактерии Очищенные углеводы Чем меньше их в пище Тем здоровее наше горло Если же миндалины заболели Смазывайте их керосином Проверенное народное средство Без каких-либо отрицательных последствий Восьмое Гортонь Защитник горла Появление ларингита указывает на борьбу в этом месте с инфекцией Рекомендация та же, что и при миндалинах Девятое Трахея Защитник дыхательной трубки Проблемы здесь вызывают развитие трахеитов Бронхи Защитник бронхов Проблемы с этим отделом ведут к бронхитам Десятое Легкие Защищают легочную ткань Проблемы здесь ведут к бронхитам Большинство проблем с трахеей, бронхитами, легкими из-за неправильного питания Здесь в первую очередь уместны рекомендации данные в пункте 4 Все вышеперечисленные слизистые оболочки должны выделять гной и токсины Подносимые сюда лимфа Если путь выделения заблокировать, например, просто отрезан, как у миндалин, аппендицита То остальные участки должны принять дополнительную нагрузку, от которой у них возникают проблемы Например, у кого отрезали миндалина, развивается хронический ларингит, хронический фарингит с элементами бронхита А если паразиты остались внутри организма, то указанное будет отягощаться еще осматоидным или обструктивным То есть воспаление бронхов, мелкого и среднего калибра, протекающее с резкими бронхиальными спазмами компонентом Однако, если еще и сознание человека, которое играет на нервах Когда человек переживает отрицательные эмоции, взвинчен, у него пересыхает во рту То есть перестает выделяться слюна А это означает, что закрылся один из основных каналов выделения токсинов из организма через лимфу Слунные железы Значит, нагрузка на другие части лимфатической иммунной системы возросла И это хорошо, если остальные части справятся с нагрузкой А если нет, начинается разрушаться лимфатическая и слабеть иммунная система Вот так через сбой и отказы в лимфатической системе появляются болезни Кстати, следите за языком Слизистые языка указывают, что там с вас выделяется Насколько много шлака в лимфатической системе и вообще в организме в целом Вывод Будет ли проб в хорошем питании, чистой воде, тренировках, в тренажерном зале Если человек находится в депрессивном состоянии, иммунная система будет ослаблена, а здоровье ухудшаться Пневмония, воспаление легочной ткани, как правило, инфекционного происхождения С преимущественным поражением альвеол Развитием в них воспалительной экссудации, которую бактерии используют для своего питания А причина – закупорка лимфатических узлов, препятствующих выходу жидкости Неродермит, псориаз – это полная непроходимость лимфоузлов из-за грибковой инфекции Грибок их наглухо закупорил Поэтому кожа открывает поверхности, на которых больше всего влаги Обычно это сгибательные поверхности на конечностях У ребенка попка, щечки, животик – зоны скопления лимфоузлов Целлюлит – зашлаковка лимфы кожи Она не отводит сгустки жира из межклеточного пространства кожных тканей Жир накапливается под кожей и образует апельсиновую корочку Геморрой – застой лимфы в области ануса Подтягиванные ануса раз в 30-50, ходьба на ягодицах Активизирует лимфатические узлы малого таза и снимает воспаление этой области Если не делать такого массажа, иных движений, это приведет к простатиту и аденоме Если заболели коленные суставы, а тем более распухли Коленный сустав – две кости с гладкой опорной поверхностью А вокруг них суставная сумка – капсула с жидкостью Почему они отекают? Сзади сустава расположен огромный лимфоузел Если его закупорило бактериями, которые живут в крови То здесь возникает застой и отек бактериями либо грибком Это приводит к артриту, ревматоидному, инфекционно-аллергическому, полиартриту Это если много суставов В области отеков появляется и температура Она нужна, чтобы бороться с бактериями Оказывается, для лечения сустава надо прежде всего очистить лимфу И избавиться от микропаразитов То есть оттутатодикампом смазывать Смазывать действительно эфирными маслами Которые всю эту живность ликвидируют О потении Когда пот выделяется Если человек или ребенок во сне потеет Это может говорить о том, что у него Астрицелямбли или иная инфекция Дети не должны потеть даже при температуре окружающей среды 30 градусов Цельсия У них плохо развита потовая система Если у маленького ребенка ночью мокрая голова Значит, что он болен У них все должно уходить через почки и кишечник Вывод Потение ночью означает попытку лимфатической системы Через кожу сбросит шлаки Если у взрослого или человека чуть-чуть слюна на подушку Это указание на серьезные проблемы с лимфатической системой Знаете, лимфатические узлы не загреть Забудьте про кварцы Искусственный загар на всю жизнь Их не следует массажировать Ставить компрессы Это уничтожит лимфоциты Повредить самим узлам Например, если вы повредите лимфоузел под коленкой Она на всю жизнь будет отекать Кстати, внутри черепной коробки головы человека Нет лимфатических узлов Головной мозг просто плавает в лимфе По височным, околоушным, челюстным и шейным лимфатическим сосудам Лимфа под тяжестью сливается венозные сосуды малого круга кровообращения Важно! Если зачесалось где-то тело Почешите Это сигнал лимфатической системы Чтобы устранить застой лимфы Теперь вы понимаете Почему лимфатическую систему нужно оценить, уважать и слушать Чтобы жить здорово и долго Я вам об этом рассказываю Седьмое Как можно самостоятельно оздоравливать лимфатическую систему? А этот раздел целиком я? А кто ж и мной? Кто ж, кроме меня? Некому? Для людей ведущих малоподвижный образ жизни Следует делать дыхательную гимнастику Научиться дышать животом Это активирует присасывающее действие диафрагмы Дышать пять-десять раз в день По пять и более минут за один раз Больше совершать пеших прогулок Особенно такой вид прогулок, как казачий ход Он отличается от скандинавской ходьбы тем, что вместо палок используются резиновые эспандеры, колечки Во время ходьбы вы сжимаете кисти, чем активизируете лимфотоп в районе рук Такого не дает ни один вид ходьбы Я его придумал Да, я и назвал Длиться прогулка должна около 40, а лучше 60 минут Тогда эффект будет в полной мере Вы существенно прокрутите лимфу по всему организму Если это делать дважды в день, эффект будет еще лучше Выполнять физические упражнения Рекомендую это делать с небольшим отягощением Тогда мышцы работают активнее, продвигая лимфу по организму Совершенно иное значение приобретают обратные позы йогов Когда голова внизу, ноги вверху, а тело вертикально С позиции влияния на лимфатическую систему Они способствуют эффективному и быстрому оттоку лимфы К полным венам в легких, где лимфа смешивается с венозной кровью Теперь вам понятна эффективность обратных поз йоги То есть это одна из эффективных сторон этих поз Эффективны и все виды растяжек йоговских поз, которые растягивают одни, а сжимая другие мышцы Способствуют не только току лимфы, но и создают условия для очищения лимфатических проток Поэтому советую обратить особое внимание на позы йогов и растяжки мышц Хорошо указаны рекомендации распределить и выполнять в течение всего дня Они позволят наладить циркуляцию лимфы по организму и силы ваши возрастут Следует обратить внимание и на питание 50% растительного рациона делают жидкостные среды организма более текучими Меньше продуктов, делающих их вязкими, сахара, крахмала, жира, особенно в рафинированном виде Существует так называемый пищевой лейкоцитоз Это когда в начале еды лимфоциты со всего организма спешат к стенкам кишечника Как будто для отражения чужеродного вторжения Это создаёт нагрузку на лимфатическую систему Но было установлено, что подобная реакция наблюдается на термически обработанную пищу Вареную, жареную и так далее А вот на сырую, фрукты, овощи, свежие соки Её не наблюдалось Поэтому здесь уместна рекомендация Начинать есть с фрукты, свежий овощной салат А потом термически обработанные продукты И как показали исследования В этом случае пищевого лейкоцитоза не наблюдается Или он есть, но гораздо меньше выражен Хорошо чистят жидкостные среды организма и лимфы В том числе регулярное голодание Различные продолжительности Чем длительнее голод, тем чище лимфа Вообще я должен отмечить, что регулярное голодание От одного раза в неделю Дня раз в неделю Трёх дней раз в месяц До десяти дней раз в три-четыре месяца Самое лучшее средство поддержания лимфатической системы Это должно войти в систему Тогда принесёт великолепные результаты Именно так действовал великий натуропат Поль Брех Переболевший в детстве всеми заболеваниями Врачи предрекли ему кончину Но благодаря практике голодания Разумного питания, двигательной активности И положительного настоя ума Обрёл крепкое здоровье и прожил до девяносто шести лет И в первую очередь в этом ему помог голод Со своего голодного опыта скажу Что он прекрасно включает лимфатическую систему Гной отходит от всех слизистых оболочек То есть лимфоциты наводят порядок в организме То есть откуда на голоде Начиная с первых суток и кончая там 30-ми И возникает гной Это активно работает лимфатическая система Оказывается Рекомендую посмотреть моё видео на ютубе Как я голодал 40 дней Разручные дни посты и постные дни А их 200 в году Из процедуры подходит По степени эффективности Сосание растительного масла Испанский плащ Вид мокрого обёртвания Массаж, особенно медово-вакуумный Парные процедуры Потение, эскипидарные ванны Контрастный душ Обливание холодной водой Конечно, помогут и травы Вот одна из них Солодка голая С помощью которой можно очищать и обновлять лимфатическую систему Столовую ложку сиропа солодки Надо развести в стакане с тёплой водой И выпить утром натощак Говорят, что вскоре лимфа начинает разжаться А следовательно, лучше течь Улучшение текучести лимфы проявляется в том Что через слизистые оболочки носа, лёгких, кишечника, мочеточника Начнёт выделяться токсическая слизь Например, начнёт течь из носа Что указывает на правильное действие этого рецепта Примерно через час выделенные шлаки будут сброшены в кишечник Ведь там наибольшее количество лимфомузлов Десятки тысяч Теперь через час-полтора следует принять какой-либо сорбент Это может быть активированный уголь Но лучше использовать пасту энтеросгель Сорбент соберёт выделенное в кишечник Свяжет и выведет из организма Примерно через два часа после приёма сорбента Если чинение вышло естественным путём Сделайте очистительную клизму Если вы будете использовать энтеросгель То есть дезировка такая, столовая ложка пасты энтеросгеля Запить стаканом воды И только через полтора-два часа можно есть Курс очищения не менее двух недель Эффект от этого курса Лимфа будет циркулировать по организму в шесть раз быстрее Очистится кожа И улучшится здоровье Пройдёт аллергия, если была Нормализуется давление А также произойдёт много иных приятных для здоровья вещей В начале курса может быть обострение Так как организм будет трудно справиться С большим количеством выделяемого дермица Но вскоре всё нормализуется Вот отзывы тех, кто проводил этот курс Прошёл хронический кашель Который длился годами по непонятной причине Очистили с гайморовой пазухи Прошёл застарелый гайморит Прошли пожизненные головные боли непонятной природы Нормализовалось давление крови Стало как в юности Прошла аллергия Также непонятной природы Если этого нету Принимайте семена тмина не жуя Как я Кстати, очень хорошо почистится Если вот женщина хочет иметь здорового ребёночка Перед, так сказать, беременностью Вот проделать вот это всё А потом уже на новенький, на чистенький организм Подсадить живчика И тогда для ребёночек будет По крайней мере, в дальнейшем он будет здоров И принесёт меньше хлопот, нежели человек Нежели ребёнок, который родится в грязном организме Потом это вообще какой-то кошмар будет для семьи Заключение Заключение Работа над этой статьёй была продолжительной, но плодотворной И я узнал много для себя нового Что могу теперь применять и понимать Почему происходит то или иное А также по внешним признакам узнавать Что там внутри происходит Конечно, только написано Мне исчерпываются возможности работы с лимфатической системой Существует там специальная, так сказать, процедура По очищению лимфы, там, с применением прослабляющих средств Которые вызывают понос После которых пьются там литра 3-4 свежих соков Это в одной из книг моих есть Конечно, только написано Не исчерпываются возможности работы с лимфатической системой Но уже и этого вполне достаточно Чтобы самостоятельно поддерживать её в надлежащем состоянии О чём я вам зачитал Теперь это всё в компьютер Ещё разок прослушать Выбросить затыкание Вставить какие-то рисунки, иллюстрации И только после этого выдать Сила, мощь То есть теоретические основы Любое действие должно начинаться как-то с теории С того, чтобы человек обмозговал Что, чё, на что надо воздействовать На что надо влиять Что в результате он может получить Только тогда это приносит успех В противном случае Рецептик, рецептик, рецептик А, 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 а там, а там что-то не то И всё Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов.про Доброго здоровья И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok